Электронный нос способный заменить собаку. Сегодня это уже не фантастика, а реальная разработка саратовских ученых. Чувствительность нового прибора в 10 раз лучше, чем обоняние собак. Аппарат способен на расстоянии распознать взрывчатые вещества и ядовитые газы. Как работает электронный нос и кто уже заинтересовался новинкой, выяснял Елена Петрова. На первом этапе мы берем кремниевый кристалл и на поверхность кристалла осаждаем с помощью данной установки электроды. Целая система определения запахов помещается в одном небольшом приборе. Его разработали саратовские ученые. Андрей Ложков, один из авторов проекта, уверен, электронный нос однажды сможет заменить нос настоящий. К примеру, на пограничном контроле, где сейчас используют острое обоняние собак. А новый прибор значительно лучше определяет запахи. Когда внутрь попадает какая-либо газовая смесь, ее атомы вступают во взаимодействие с расположенными внутри сенсорами. Результат выводится на монитор. По картинке сразу становится понятно, что это за газ и какова его концентрация. Прибор включает в себя три основные элемента. То есть это газочувствительный чип, на поверхности которой осаждаются молекулы вещества, которые нам нужно анализировать. Это сам прибор, электронная начинка, которая собирает данные с чипа. Внутри прибора почти 40 сенсоров. Чувствительность в 10 раз выше, чем у собаки. Электронный нос может обнаружить взрывчатку или утечку вредных веществ на большом расстоянии. Именно на эту способность разработчики возлагают большие надежды. Это и промышленные могут быть применения, и бытовые применения. Всем знают, что нужно утечки горючего газа, например, на кухне контролировать, к примеру, или содержание любых других опасных веществ где-либо в каких-либо помещениях. Правда, только промышленным применением ограничиваться не собираются. Использование прибора зависит только от настроек. К примеру, электронный нос можно запрограммировать так, чтобы он определял болезни у человека. Этот состав внутренней среды, он также характерен для определенных заболеваний, так же, как и любые другие анализы состояния крови, например, и так далее. То есть мы с помощью анализа выдоха человека также можем определять, в том числе и вообще говоря, вид заболевания. Разработчики сейчас думают над тем, как ввести прибор в массовое производство. Недавно электронный нос презентовали на выставке в Екатеринбурге. Проектом заинтересовались представители Министерства обороны. Возможно, в ближайшее время разработку саратовских ученых примут на вооружение. Елена Петрова, Олег Бирюков, РЕН-ТВ, Саратов.